Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у меня будет мега популярное видео на YouTube, пустые баночки, всем девчонкам очень нравится. И мне на самом деле тоже нравится очень видео о пустых баночках, потому что у блогера уже сложилось какое-то общее мнение, он может сказать да или нет, наверняка уже протестировал полностью продукт. И как-то так сложилось, да. Если вам интересны видео о пустых баночках, или вы хотите посмотреть, что у меня в пустых баночках интересного, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Итак, закончился у меня сухой шампунь от компании Girls Only. Значит, он с запахом цветов, такой розовенький, продается в улыбке радуги обычно. Приятная штука, хватает надолго, здесь 150 мл, стоит очень бюджетно. Порядка 150, может быть, 170 рублей. Мне нравилось, единственное, что его нужно аккуратно, хорошо вычесывать из волос, тогда его не... То есть у меня темные волосы, у меня видно сухой шампунь на волосах, и нужно очень старательно его вычесывать. Если у вас более светлые волосы, у вас таких проблем прям серьезных не будет. И так, мне очень даже понравился хороший, достаточно качественный сухой шампунь. Следующее. Это гель для душа экстремягкий от La Petite Marsilier. Мне понравился, неплохой, брала его по акции в Ашане. У меня запахом в ваниле, все как всегда. И так, действительно неплохой, я никаких требований к нему там не предъявляла серьезных. Главное, чтобы кожу сильно не сушил, чтобы приятно пах. Он не натуральный, мы все это понимаем. Кожу действительно не сильно сушит. Нормальный гель для душа, пользоваться можно. Закончились матирующие салфетки от Rivgosh Professional. Здесь 50 матирующих салфеток для яйца было. Они, по-моему, да, они односторонние. Это неудобно немного, что они односторонние. То есть у них одна шершавая сторона, она ничего вся не впитывает. Другая более-менее гладкая, вот она впитывает. Они неплохие, в общем и целом. Вполне себе нормальные матирующие салфетки. Но салфетки, матирующие Сетуа, мне вам нравятся больше, которые продаются в L'Etoile. Далее у меня здесь несколько пробников тональных средств. Это тональное средство от Max Factor. Wheat Cream Foundation. 50-й оттенок. Natural. Честно говоря, попробовала только один раз. Мне абсолютно не понравилось, потому что какая-то такая очень вязкая, жирная субстанция. Мне не нравится, как он смотрится на лице. Мне не понравилось абсолютно, как он себя ведет в течение дня. Очень быстро окисляется. Мне совершенно не подошел. Хотя у меня не самая жирная кожа. Ну, как-то вообще никак. Следующий это L'Oreal Matte Majig. У меня был 0,3 оттенок, светло-бежевый. Вышел он, по-моему, весной. Так у меня вот он и лежит. Тоже пользовалась несколько раз. Мне не понравилось. Но я не фанат матового финиша. Ну ладно, опустим это. В принципе, на лице смотрится неплохо. Даже с учетом моей нелюбви к матовому финишу. Но я бы не сказала, что это прям матовый-матовый эффект. Второй аспект. Мне не понравилась стойкость. Достаточно быстро появился жирный блеск. Поэтому девчонкам с жирной кожей, которые именно ищут матовый эффект, я бы не советовала. И следующая просто звезда моей коллекции это Max Factor Skin Illuminizer. Новинка. У меня был 50 оттенок. Я его использовала несколько раз, в том числе и для видео. Я вам скину ссылку, где я именно на видео с этим тональным средством. Честно говоря, мне не нравится вообще тональное средство. Не понравилось. То есть, когда вы его только-только нанесете, еще полбеды нормально. Но и то, как бы, со временем вот эффект, который мне не нравится, усиливается. То есть, сначала, в общем-то, нормально сияние лица. Но буквально через, наверное, полчаса-час это сияние на лице, оно превращается в такой вот эффект, скажем так. Для меня это похоже на эффект лака песка на ногтях. То есть, вот, мелкокрупичатый такой блеск. И вот на лице этот мелкокрупинчатый блеск. И с течением времени это все ухудшается и ухудшается. И в итоге эффект на лице, как будто этот тональный крем отслоился. Он живет своей собственной жизнью. Он вот этот вот, этот мелкокрупинчатое сияние. Очень некрасиво выглядит, неопрятно, неприятно. Это, ну, не самый лучший эффект. Именно сияние на лице. То есть, какой-то вы шикарной женщиной не станете, как говорится, в рекламе. Мне этот эффект вообще не понравился. То есть, если сравнивать, допустим, с тональными кремами, с эффектом сияния, допустим, с тем же Lancome Taint Miracle. То, который сейчас у меня на лице, который ровно отражает свет, дает здоровую кожу, здоровое сияние кожи. Здесь это вообще какая-то жесть. Вы похожи, я не знаю на что, как будто вы какими-то блестками обсыпали лицо. Причем эти блестки как-то начинают отслаиваться от вашего лица. И самое-самое, скажем так, апогей этого всего. У меня высыпали прыщи после использования этого средства. У меня обсыпало все лицо какими-то дикими, страшными, именно такими мелкими красными прыщиками. Вот, то есть, именно кожа неровная, какие-то мелкие бугорки красного цвета, очень все это некрасиво. Но как только я перестала на себе тестировать данное средство, все у меня прошло. Как по моему великому сожалению, у меня закончился мой тушекля от Yves Saint Laurent. Обожала этот корректор, я думаю, что вскоре куплю себе еще, когда более-менее, скажем так, наиграюсь с Ревлоном, наиграюсь с Нарсом. Здесь мне очень-очень нравился эффект подсвечивания, мне нравилось, как он тонко-тонко ложится, при этом закрывает все недостатки, какие-то темные круги, синевые под глазами. Мне нравился эффект вот именно очень здоровой кожи, мне понравилось то, что хватило его ровно на год. Если вы ищете люксовый корректор, который будет работать на все 100, который будет закрывать все ваши недостатки под глазами, при этом деликатно подсвечивать эту зону, ну, то есть, идеальный консилер, то обратите свое внимание на консилер от Yves Saint Laurent. Также выкидываю свою подводку от MAC, очень старую, покупала, по-моему, еще на первом курсе. Во-первых, она мне не нравилась, во-вторых, она засохла, то есть, у нее здесь такой вот достаточно толстенький наконечник. Мне она не нравилась тем, что и стрелки ровные ей тяжело нанести, и течет она, и размазывается, и достаточно нестойкая. То есть, вот в такой она упаковке, там есть вторая у них была на тот момент подводка, она дает очень такой глянцевый эффект, это дает матовый. Мне не нравилось то, что она дает матовый эффект, как-то не нравилось на тот момент. Сейчас бы, наверное, я выбрала насыщенную матовую подводку, но, грубо говоря, не срослись у нас отношения с ней, она засохла, и, слава богу, больше брать не буду. Также выкидываю два набора для бровей, тени для бровей, это Essence и это Catrice. Выкидываю и те, и другие, потому что они разбились, и мне просто-напросто ими неудобно пользоваться, и сейчас я пользуюсь карандашом от Smashbox. Когда пользовался тем и другим набором, мне они нравились, но девчонкам с более теплым типажом, с оттенком волос и бровей, я рекомендую Essence. А девчонкам, у которых более холодный оттенок волос и бровей, рекомендую Catrice, потому что они немного различаются оттенками, и в Essence более теплые оттенки теней, а в Catrice более холодные пепельные оттенки. То есть, если у вас цвет волос, как у меня, допустим, или близкий к этому, выбирайте себе Catrice, не прогадайте. Кроме того, закончилась у меня вот такая вот миниатюра туши от Chanel, Le Volume de Chanel в 10 оттенке, в черном. Кисточка силиконовая. Если вы не любите силиконовые кисточки, наверное, вам не сюда, потому что она достаточно большая, и к ней нужно приноровиться. Но тушь просто обалденная. Это одна из лучших тушек для меня. В моем личном рейтинге эта тушь делит первое место с моей самой-самой любимой тушью. От Dior, Dior Show, Extase. Только Extase, она дает более такие, скажем так, ярко выраженные, огромные, объемные ресницы. Это дает более такие как разделенные. То есть, они немного в каких-то нюансах дают разные эффекты. Я даже не могу объяснить, но Chanel, она вот наверняка из-за того, что у них щеточка силиконовая, она разделяет намного лучше. Она разделяет намного лучше, как-то вот более распахнутый взгляд делает. Мне она этим не нравится. Я думаю, что в ближайшее время я все-таки сподоблюсь на полноценную версию. И вам советую попробовать тоже посмотреть эту тушь, потому что тушь просто потрясающая. Кроме того, она и держится, никуда не сыпется, не высыхает быстро. То есть, я вот сколько, очень-очень долго пользовалась этой миниатюрой. Здесь около половины, наверное, полной версии. И, кроме того, дизайн просто потрясающий, очень лаконичная, красивая тушь. Также выкидываю базу под тени от Vivienne Sabo Fixateur. Недавно, вот недавно, на днях смотрела видео Елены Крыгиной, где она рассказывала про свою коробочку. Там как раз вот эта вот база под тени есть. Честно говоря, база под тени неплохая, но все базы, там, Smashbox, тот же самый Urban Decay, они все лучше держат тени, на них тени лучше тушуются. Эта база сама по себе неплохая. Когда я ее купила, я была в диком восторге, мне она очень нравилась. Потом уже, когда развивалась я, мои какие-то косметические предпочтения, покупала себе что-то новое, естественно, я забросила ей пользоваться. И вот она у меня так и осталась. И ей очень много лет, и года два, наверное, может быть, даже и больше. И поэтому я просто решила ее выкинуть, потому что она уже очень старенькая. Следующее, что выкидываю, это практически неиспользованное яничко от Essence. Это серия была Me and My Ice Cream. Лидбалм. Ну, бальзамчик такой. Вот так вот это все выглядит. Пахнет уже непонятно чем, потому что явно по запаху она уже испортилась. Пахла до этого чем-то сладким, типа пломбира или еще чего-то. Это все ее плюсы, это ее запах. Она ничего не увлажняет, никак на губах не работает. Практически даже она не намазывает губы, грубо говоря, каким-то защитным даже слоем. Не советую. Я думаю, что вы уже вряд ли где-то найдете, если где-то там в магазинах завалялось. Но в любом случае, недостойный продукт был, и мне он не понравился. Также у меня закончился крем от PAYO. My PAYO Regarde. Это крем с эффектом сияния для области вокруг глаз. Мне этот крем абсолютно не понравился, хотя видела очень много положительных отзывов. Плюс здесь только один, что вот здесь вот такие вот ролики. С помощью них можно делать массаж области вокруг глаз и избавлять себя от отеков. Но в остальном мне он не понравился, потому что он у меня вызывал дикие отеки глаз. У меня просто вот эта века превращалась в подушку и накладывалась на глаз. Мне очень-очень нравилось. И как только я пользовалась каким-то другим кремом для глаз, у меня вот этого эффекта не было. Сразу хочу сделать поправку на то, что я никогда не использую уход непосредственно перед сном. То есть я где-то час еще что-то делаю. Поэтому данный эффект не может быть вызван исключительно тем, что я пользуюсь кремом перед сном и все. И после этого я засыпаю. Он как-то там очень активно действует, поэтому вызывает отек. Также точно такой же эффект у меня вызвала новинка от Estee Lauder. Это Advanced Night Repair. Advanced Night Repair. Комплекс. Это вторая версия. Мне дали пробник. Я попробовала, но эффект у меня получился точно такой же, как от PAYO. Эффекта какого-то увлажнения я не получила. Сама вот эта как сыворотка, она очень силиконистая. И поэтому как бы, то есть такого вот реального увлажнения я не почувствовала. Почувствовала только вот этот вот силикон. Также кроме этого у меня вот на утро был точно такой же эффект вот этой вот подушки над глазом. Вместо века. И мне очень это не понравилось. И я вряд ли, наверное, все-таки буду пробовать покупать полную версию. Хотя консультанты Estee Lauder просто отлавливают и поют, не знаю, оду этому средству. Но мне не подошло. Также у меня закончилась миниатюра от Clorans. Это крем из... Также у меня закончилась миниатюра от Clorans. Это крем от... Также у меня закончилась миниатюра от Clorans. Крем из серии Eclat Dijur. То есть крем для молодой кожи с эффектом сияния. Мне этот крем нравится. Мне он дает достаточный уровень увлажнения. Наверное, следующим летом я буду брать именно крем уже. Я не буду брать себе крем-гель, потому что в нем меньше увлажнения. Это чувствуется и мне не нравится. Крем мне больше понравился. Он действительно дает эффект ухоженной кожи, дает эффект свечения, подсвечивания, здорового такого сияния. И хорошо увлажняет. Также выкидываю два средства для лица. Это Foclardot от La Roche-Posay. Здесь 40 мл было. Он просто у меня испортился. У меня там какие-то остатки были. И поэтому выкидываю. Это крем, который способствует освобождению пор. Он способствует уменьшению несовершенств на лице для проблемной кожи. Мне он понравился, когда я им пользовалась. Он у меня убрал большое количество каких-то несовершенств на лице, за что я ему была очень благодарна. Очень мне нравился. Но он единственное, что с ним надо использовать дополнительно какое-то увлажнение, если у вас какие-то проблемы есть с сухостью, с предвоженностью кожи. Потому что у меня кожа от него просто пересохла ужасно. Он не дает достаточного уровня увлажнения. То есть вы не сразу это заметите. Вы это заметите спустя месяц. Но спустя месяц у вас уже будет дико пересушенная кожа. Сразу вы не почувствуете вот этого момента, что вам не хватает влаги. То есть вроде как бы он увлажняет. Но вот по истечении какого-то времени кожа обезвоженная становится. Также выкидываю такую вот миниатюрку от Кудали. Это их знаменитый увлажняющий сорбет из серии Веносерс. Здесь у меня было 3 мл. Я даже это не использовала, потому что я уже говорила. Многие натуральные продукты, в особенности именно уход натуральный, органический. Где много экстрактов, каких-то трав, каких-то активных ингредиентов натуральных. Все это вызывает у меня либо аллергию, либо подкожники, либо еще что-нибудь. Это средство, несмотря на то, что оно без парабенов, без каких-то еще химических соединений. Оно вызвало у меня подкожники. К сожалению, не могу я пользоваться натуральной косметикой для лица. Итак, это все мои пустые баночки на сегодня. Если вам видео понравилось, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. И отпишитесь мне в комментариях, что в последнее время закончилось у вас. Что вы мне могли бы посоветовать, что вам понравилось. Что вы категорически никому не советуете, что вам не понравилось. И если вы что-то тестировали из того, что я вам сегодня показала, то тоже отпишитесь мне, пожалуйста, в комментариях. И это все. Я желаю вам отличного настроения, хорошей погоды. И все. До встречи в следующих видео. Всех целую. Пока-пока. Продолжение следует...